Довольно интересное заявление премьер-министра Джонсона опубликовало агентство Reuters. Оно касается режима полного нуля или закрытия в Британии всех промышленных и бытовых источников парниковых газов. То есть речь идет об энергетике и транспорте в первую очередь. Это значит, что углеводороды будет запрещено использовать в виде топлива полностью. Но, видимо, эта цель была поставлена не только Британией, но и Францией, которая тоже стремится к полному нулю к этой же самой дате. И, тем не менее, это отнюдь не означает, что в 2049 году будут закрыты и ликвидированы все такие источники. Очевидно, что к этой цели будет вести ряд этапов с промежуточным финишем, когда определенные виды источников будут выводиться к назначенным датам намного ранее, чем конечный срок. Очевидно, что первыми и полностью будут ликвидироваться самые вредные источники или те, которые, в принципе, несложно заменить чем-то, что не будет сжигать углеводороды. Эта программа мне как-то не попадалась на глаза. Но подозреваю, что первыми будут закрыты угольные ТЭЦ, за ними мазутные и последними закроют газовые теплоэлектростанции. И, скорее всего, это будет как-то разнесено. Например, уголь до 2030, мазут до 2040 и газ до 2050 года. Возможны вариации, но смысл примерно понятен. И вот Борис Джонсон объявил приговор автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Как следует из его заявления, изначально планировалось полностью их запретить к 2040 году. Но правительство пересмотрело свои планы, и теперь он озвучил другой рубеж – 2035 год. То есть на пять лет раньше изначально намеченного плана. Кстати, у Франции эта цель тоже была поставлена на 2040 год, и пока все так и осталось. Так что Британия, избавившись от синхронизирующих с ЕС механизмов, уже начинает некоторые мероприятия, которые она считает важными и приоритетными, с более коротким сроком исполнения. Это значит, что автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями осталось 15 лет жизни. Причем это уже не жизнь как таковая, а постепенное отмирание. Промышленности и населению послан сигнал, чтобы все были готовы, что через полтора десятка лет эти автомобили негде будет ни заправлять, ни ремонтировать, поскольку массовой эксплуатации уже не будет, и никому не будет выгодно выпускать запчасти для таких машин. Ну а продажа автомобильного бензина, как и его производство, просто прекратится. Кстати, это касается и всех гибридных автомобилей. Таким образом, за 15 лет вся инфраструктура, связанная с автодорожным транспортом, должна наращивать свои возможности в плане поддержки альтернативных ПК видов транспорта. Например, надо постепенно сокращать количество бензоколонок, а вместо них устанавливать электрические чейнджеры или водородные заправки, в зависимости от того, чем будет заполняться ниша бензиновых автомобилей. Причем 15 лет – это не так уж и много, и изменения пойдут очень быстро. А Джонсон заявил, что названная им дата не конечна, и что если получится, то правительство постарается ускорить этот процесс как только сможет. Естественно, что автопромы, смежные отрасли промышленности, тоже будут довольно бодро переходить на новые рельсы, и просто ничего не делать в этом плане будет означать гибель бизнеса. То есть за это время отомрет инфраструктура НПЗ, сетей заправок и прочего, а кроме того, это будет значить, что Британия практически прекратит импорт нефти. На самом деле Джонсон послал сигнал не только промышленности, но и финансовому сектору и прежде всего его инвестиционному разделу, поскольку инвестировать в такие проекты станет просто глупо, и деньги начнут перетекать в новую перспективную область применения. В общем, тем, кто хотел посмотреть закат бензоколонки, в том числе и российской, смотрите. Это он и есть в самой начальной своей стадии. Субтитры создавал DimaTorzok